Всем привет, друзья! Сегодня мы снова у вас в ваших прямых эфирах, в ваших телефонах с Ксенией Губара с трансляцией, посвященной выравниванию ногтей и вообще работе со структурным гелем от H&L Harmony, выпущенной под брендом Jelish, Jelish Structure. Да, привет! На самом деле очень хочется опять затронуть систему трехфазных покрытий, то есть работу с гелевыми лаками. Мы изначально с самого образования компании и вообще линии продукции для работы с покрытием ногтей и для моделирования ногтей всегда говорили о том, что наша система трехфазная и по сей день мое мнение остается прежним, что это самые качественные системы для работы. Вот сегодня мы рассмотрим несколько вариантов работы со структурным гелем. На самом деле это действительно очень классный продукт, очень комфортный в работе, который решает очень большое количество наших сложностей. Мне сегодня повезло с руками, у меня вот такие красивые ногти у моей жертвы. Угадайте, откуда я ее выцепила, как всегда в учебном классе. В общем-то структурный гель представлен в двух вариантах, в двух выпусках. Это изначально базовый продукт был в баночке 15 мл, то есть для работы с отдельной кистью. А также в дополнении он вышел, второй его объем был 50 мл, и сейчас мы имеем в работе баночку 15 мл с кистью во флаконе, то есть очень удобно. За что он отвечает, для чего он нужен? Пусть это звучит как тавтология, но тем не менее. Структурный гель это вторая дополнительная фаза в геле в омлаке. Обычно в трехфазных системах мы имеем с вами что? Первая фаза, которая отвечает за сцепку натурального ногтя и искусственного покрытия, это базовый гель Foundation. Теперь он вот в таком флаконе. В общем-то, что изменилось? Здесь более эргономичный дизайн флакона. Кисть остается укороченная прежняя, прозрачная, для того, чтобы вы могли видеть, где вы прорабатываете ноготь. Это гель высокой вязкости, жесткий, достаточно по своей структуре, поэтому для выравнивания не подходит. У него нет пластификаторов в составе, то есть он не может пружинить вслед за ногтем. В данном случае он отвечает за адгезию натурального ногтя и искусственного покрытия. В его состав включена кератин-связующая молекула, которая позволяет вам работать без праймеров кислотных, бескислотных. То есть мы просто дегидрируем ноготь и сразу наносим базовое покрытие. Полимеризуется в эдапарате 36 ватт 5 секунд, в ультрафиолетовой лампе 36 ватт 1 минуту. После чего мы обычно по классике жанра работаем с вами с цветными покрытиями. Но цветные покрытия это тонкие покрытия, которые не могут выровнять ноготь, не могут дать ему укрепление, если это клиент-тряпочка. Поэтому в данном случае и был разработан структурный гель как дополнительная вторая фаза. То есть все опять продумали для нас в компании, чтобы все у нас было в комфорте, в работе с любыми ногтями. Да, он в пузыречке такой же, но единственное, на мой взгляд, за счет того, что работа происходит более удлиненной кистью, он как будто бы более на долю жидкий. Но нет, он такой же послушный. Он абсолютно комфортный в работе. Что касается, собственно говоря, структурного геля. Он работает на базу, как вторая фаза. Он работает под цвет. Он работает на цвет. И вот сегодня мы уже поработаем с ним и в таком, и в таком варианте, и еще кое-что. В общем-то, им вы можете дорастить свободный край, если не хватает, например, на каком-то пальчике небольшой длины. Я хочу напомнить, что это гель высокой вязкости с большим количеством пластификаторов. То есть, в данном случае, он все равно остается эластичным. Он растворяемый. Поэтому наращивать им большую длину не рекомендуется. Если нужно нарастить большую длину, то в данном случае удобно работать, конечно же, уже с жесткими продуктами. Но если не хватает пары миллиметров, то почему бы и нет на форму или на типсу вполне можно это сделать. О боже, я сказала про типсу. В общем-то, давайте приступать к покрытию. Мы сегодня сделаем три пальчика, три варианта работы. У меня уже поднята кутикула, счищен птеригин, сформирован свободный край. Сейчас мне нужно подготовить натуральную ногтевую пластину. Для этого я буду пользоваться бафом абразивом 180 грит. Мне нужно просто убрать глянцевый слой для адгезии с ногтя. То есть, пилить или перепиливать ни в коем случае мы не будем. Зона кутикулы. Движение с севера на юг. Правая пазуха у нас остается. Раз. Два. Мы сделаем френч. Мы сделаем выравнивание под цвет. И сделаем просто такой аккуратный вариант укрепления. Все, они не блестят. Ну, то есть, они, в принципе, конечно, не очень сильно блестели, но все-таки глянец имелся. После чего очень важно убрать излишек пыли с поверхности ногтя. Почему? Потому что, естественно, эта пыль может попадать вам во флаконы. Следующим этапом. В случае, если у вашего клиента гидроз, если у вас попадали лекарственные препараты, жироподобные вещества на поверхность ногтевой пластины, то для начала я рекомендую обезжирить ногтевую пластину препаратом Клинсер и Санитайзер, который вообще изначально предназначен для снятия липкого слоя, полноценного его удаления. Но, в общем-то, в данном случае он позволит нам полностью проработать ногтевую пластину и убрать остатки пыли для того, чтобы нам комфортно работать. В общем-то, и если у вас все в порядке с руками, нет гидроза, нет каких-либо попавших препаратов на ногт, то есть не требуется дополнительное обезжиривание, то тогда мы сразу используем с вами препарат PH Bond, который мы используем всегда и везде. То есть перед нанесением лака, гелевого лака, дип-системы, при наращивании по акриловой системе, гелевой и полигель. В данном случае у препарата PH Bond мы уже показывали новый флакон, обновленный. В общем-то, укороченная кисточка, которая позволяет вам корректно работать с продуктом, то есть непосредственно на той поверхности, на которой у вас есть необходимость. Мы можем, имеем всегда возможность наносить базовые покрытия двумя вариантами. Первый вариант – это работа родной кистью из флакона. В данном случае снимаем излишек. Кстати говоря, я хочу отметить, что вот с таким флаконом снизился показатель, скажем так, неприличного вида флакона, потому что меньше вытекает гель. Лак из флакона – это касается и прозрачного геля, и цветника. То есть он не так пачкается, само горло, и, соответственно, не вытекает на флакон. То есть ваши флаконы выглядят более качественно, красиво. Излишек снимаем в горлышке, для того, чтобы не попадал он на поверхность горла, потому что тем самым мы самостоятельно, в общем-то, пачкаем флакон. И начинаем нанесение не с зоны кутикулы, а со свободного края. То есть таким образом, если у вас будет излишек на свободном крае, когда мы с вами пойдем от кутикулы к свободному краю, излишек мы уберем с торца и не будет наплыва. Пальчик я держу вниз, для того, чтобы контролировать затек, например, геля. Такая техника работает и с лаковым покрытием, и с гель-лаком. Очень комфортная пластичная кисть, она буквально обнимает ногтевую пластину, что позволяет вам полноценно все проработать. С базами всегда была такая история. Чем больше нанесли, тем больше липкого слоя она выделяет. Соответственно, если вам некомфортно, вы переживаете, что у вас цвет побежит по поверхности, то в данном случае, конечно же, работаем мы всегда втирающими движениями, чтобы достичь наиболее тонкого нанесения. И, в принципе, база предназначена наноситься тонким слоем. Но для тех, кому тяжело, или, например, сложные руки к вам пришли, я предлагаю работать вот такой методикой. То есть вы, например, прорабатываете торцы. Сразу на 5 пальцев можно наносить. Мы работаем с лампой, которая позволяет нам производить полимеризацию на 5 пальцев. Нанесли на торцы и потом уже отдельно кистью. У меня, например, кисть в составе имеет и натуральный искусственный ворс, что позволяет ей работать как с раскладкой, то есть с моделированием, так, например, и с нанесением геля. И тем самым вы получаете действительно очень тонкий слой, очень экономичное покрытие. То есть если, в принципе, мы рассчитываем вот такой объем 15 миллилитров на 90 клиентов, до 90 клиентов, то нанесение кистью отдельно и позволяет вам получить нанесение до 150 клиентов. Представляете, как комфортно? Ну, в случае, конечно, если вы не используете еще фундейшн для инкрустации стразами, потому что он прекрасно для этих целей подходит. Итак, вот мы проработали поверхность. Излишка нет. Почему мне нравится тоже работать отдельной кистью? Потому что вот такой тонкий узкий носик, аккуратный у кисточки, у которой натуральный искусственный ворс, позволяет аккуратно проработать и зону пазух, и кутикулу без затеков. Если с базой затека не случилось, то с цветом уже проблем не будет. Итак, мы нанесли базу, уходи в лампу на 5 секунд, 5 пальчиков. Если вы видите, что у вас при нанесении было много использовано базы и липкий слой буквально мокрый, вот я думаю, что видно разницу, да, по глянцу. Если у вас этот излишек смущает, и вы боитесь, что у вас цвет поползет в зоне кутикулы и пазуха из-за излишка липкого слоя, который, я напомню, выделяется для того, чтобы было соединение между слоями, то в данном случае вы можете кисть просто протереть сухой безворсовой салфеткой и излишек вот этого липкого слоя подстереть. То есть липкость для адгезии между слоями у вас останется, но излишка ее уже не будет. Да, на самом деле, еще обратите внимание, что вот это не камушки, это высверленная поверхность, то есть со временем у вас эти камни не выпадут, они у вас будут на самой рукоятке, то есть внешний вид кисть не потеряет. В общем-то, далее мы с вами будем делать френч. Я всегда выравнивание делаю с френчем после того, как френч готов. Почему? Потому что есть риск того, что на свободном крае, между свободным краем и телом ногтя будет ступенька. Да? Поэтому начнем мы с оттенка. Я приверженна из классического френча, я не люблю, когда плотные эмалевые оттенки на ногтях, но у всех всегда проблема с тем, чтобы подобрать необходимый камуфляж. Вот у меня есть цвет, он называется She's My Beauty, он уже в обновленном флаконе, это предыдущие коллекции. Полина, напомни, пожалуйста, какая это коллекция. А She's My Beauty это разве не основная коллекция? Нет, это весенняя коллекция. Ну, в общем, я проверю для вас. Он у нас так давно, мне кажется, что он уже стал классическим цветом. Вот, обратите внимание, какой плотный оттенок. Но, если его буквально чуть-чуть нанести на поверхность ногтя, вот такую каплю, и отдельной кистью вбить, то он отдаст полутон, он не даст цельный цвет. И просто-напросто, тем самым, мы получим тонировку, то есть такой очень аккуратный камуфляж для ногтя. Так можно сработать вообще, на самом деле, с абсолютно любым цветом. Ну, вот просто, чтобы вам была видна разница. Чуть-чуть он его оттонировал. Если бы нужно было чуть больше нанести, то уже меньше втирающих движений, чуть более легкое движение кистью. Уходив в лампу, сейчас мы на 30 секунд поставим ее в лампу. К примеру, мы можем с вами, если нужен молочный камуфляж, да, взять какой-нибудь вот такой оттенок. В любом случае, всегда пудровые цвета есть, мне кажется, у любого мастера, хотя бы один. То есть, если даже вы возьмете, например, яркий какой-нибудь терракотовый оттенок и чуть-чуть добавите в него белого, то получится тоже камуфляж. Просто, честно говоря, очень обидно под 1001 френч иметь разные оттенки. 30 секунд прошло, и теперь мы будем с вами рисовать френч. Для самого френча мы будем использовать цвет Arctic Freeze. Это наш классический ярко-белый плотный оттенок, который очень укрывистый, наносится тонко, очень комфортный в работе. Я очень люблю делать им вензеля. То есть, я не использую, например, краски для дизайна ногтей. Если у меня под рукой стоит Arctic Freeze, я, вероятнее всего, возьму его. Я покажу вам один из вариантов френчи, которыми мы работаем. По максимуму мы снимаем гель-лак с кисточки, чтобы у вас его много не было. И сейчас у меня, в принципе, здесь хорошая улыбка у ногтей. Мы прорисуем каркас будущего френча. Ну, то есть, вот, пускай он будет вот такой вот страшненький. Каркас есть. И теперь кистью, которой мы только что нанесли базу, которой мы распределили оттенок для гелевого лака, мы с вами берем углом и от центральной точки вычищаем улыбку. Для всех, кто захочет пересмотреть эфир, эфир будет сохранен на 24 часа у нас в аккаунте в Инстаграме, плюс будет запись на Ютубе. То есть, вот таким образом мы можем вычистить улыбку, подкорректировать ее. Конечно, я сейчас очень грязно работаю в плане... Ну, как бы каркас был такой достаточно массивный. Если вот такой ворс слишком для вас пружинищий, вы можете, например, подобрать более короткий ворс. У меня из лимитированной коллекции кистей для дизайна есть вот такая вот малышка очень аккуратненькая. Она более жесткая по своей структуре, но принцип работы тот же самый. Углом внедряемся в саму структуру геля и вычищаем улыбку. Выводим усик. Кисть вычищаем и продолжаем работать дальше. Если с правой стороной неудобно справляться, ну, то есть, например, некомфортно, вот мне некомфортно в правую сторону вести кисть, вы можете ручку перевернуть. Ну, то есть, вот таким образом. Перевернуть и доработать. Ну, вот помните, какая у нас зубастая была корявая кривая улыбка? А сейчас даже, в общем-то, и ничего. Такой классический френч только с пузырем. Наверное, это было место для камушка. Это шутка. Ну, в общем, вот. Каркас нарисовали. Смотрите, когда мы почистили линию улыбки, она уже никуда не поплывет и не потечет, потому что излишек липкости, который мог быть выделен с цветом, он уже удален благодаря сухой кисти. Вот такая малышка мне помогала в работе. Уходи в лампу на 30 секунд. Ксения, давай покажем название пудрового оттенка гель-лака. Который у нас был фоном под френч? Давай оба покажем. Вот этот фон под френч. Мне очень он нравится. Название? Сбоку. Шиз Май Бьюти. А номер? Артикул виден. Артикул виден сбоку тоже. Мне нравится, когда у него на попке артикул. Отлично. А мой любимчик из пудровых, вот такой цвет, он называется... Он заклеен. Прима роза энд пропер. Прима роз энд пропер. Смотрите, какой хорошенький. Просто это первый цвет, который я нанесла на себя, светлый эмаль. Я влюблена в него. Давай донышком покажем. Да, сейчас, одну секунду. Мне надо было его завернуть. Так, вот. Вот он. Теперь, значит, смотрите. Естественно, если вам достаточно по цвету, по четкости, частоте френча, вы можете одним слоем сработать. Но, честно признаться, я работаю в два слоя, плюс мне нужна ступенька достаточно явная. Поэтому у меня уже есть каркас. Я просто продублирую нанесение белого цвета, белого гель-лака Arctic Freeze по тому каркасу, который у меня есть. Френч я рисую сразу на пять пальцев. Вот, кстати, обратите внимание, сейчас Ксения рисует уже новой кисточкой из гель-лака в джелиш. А в нашем предыдущем видео на ютубе, вернее, на данный момент это последнее видео на нашем ютуб-канале, посвященное как раз рисованию френча и всем техникам, с которыми Ксения работает, она рисовала еще старой кисточкой. И, как вы видите, кисточка изменилась, а результат такой же прекрасный и остался. Спасибо, Полина. Ну вот я накосячила со вторым слоем. Простите, конечно, такое бывает, но вы, если знаете, как исправить свою ошибку, у вас больше функций в работе, опций, точнее сказать. То есть у вас всегда есть отступной путь. Вот у меня, например, вот здесь был недочет, и я взяла, и опять же, по той же технике его поправила. Если вам хочется в таком варианте, то есть также сделать все полотно свободного края белым, но дотянуть усики повыше у френча, то есть сделать такой более драматический френч, то для этих целей можно вот просто тоненькой кистью уже, например, взять и дорисовать этот ус. Это достаточно легко и просто и комфортно. Уходи вам, подружок, на 30 секунд. Собственно, кисти я не мою в никаких спиртосодержащих жидкостях. А промываются они у меня только посредством сухой безворсовой салфетки. Но если у вас пигмент попал, например, в кисть, и вам не отмыть его, то для этих целей вы можете взять капнуть базу, например, кисти для геля очень любят липкую среду. И вот прям попромакивать кисть в базе, выбьется пигмент, и сухой салфеткой также вытереть, например, кисть. Так она прослужит вам дольше. Просто подумайте о натуральном ворсе кисти как о своих волосах. Вот если вы свои волосы в спирте помойте, к примеру, то что же у вас получится? Кроме суперобъема, пожалуй, ничего. Итак, вот теперь, когда у нас есть ступенька, я думаю, что вот так на черном видно, что она имеется. Сейчас приблизим здесь. Да, видно. У нас есть как раз-таки прекрасный способ выровнять эту ступеньку, ведь во Френч у многих такое происходит. Понятно, что можно сработать техникой стык-встык, но она на самом деле не для всех комфортна, потому что все равно очень много дизайнеров работает, а для них Френч это мучение. Для классиков, в принципе, ничего сложного абсолютно не происходит. И вот теперь мы приступим к работе, например, со структурным гелем. Сейчас я возьму структурный гель во флаконе с кистью. Для того, чтобы мне было легче выравнивать ногтевую пластину, я сейчас просто-напросто первым действием промажу ноготь как лаком. Кисть прозрачная, что позволяет вам полностью контролировать, где вы работаете ей. Сейчас мы создали излишнюю липкость на поверхности. Вот видно, какой он глянцевый стал. После чего мы наберем уже каплю, необходимую нам для выравнивания ногтевой пластины, и мы можем с вами разровнять поверхность ногтя. Дело в том, что когда у вас есть вот эта излишняя липкость внутри первым слоем нанесенная, у вас будет капля очень послушная. То есть в данном случае вы можете перевернуть пальчик, например, и проконтролировать, как у вас стекает капелька. Если у вас нет в этом необходимости, то вы этого не делаете. А чего такая вдруг стала напряженная? Выравнивание ногтя можно производить по такой методике. На 5 секундочек ее в лампу гель начнет кристаллизацию, но он ее не закончит. Ну просто, чтобы не ждать. Он уже затвердел, он никуда не стечет. И я могу приступать к работе следующим пальцем, а потом они вместе досохнут. То есть вы так 5 пальцев можете корректно сделать, чтобы ничего не стекло. То есть работать конвейером. Один пальчик нанесла, разровняла, на 5 секунд поместила, затвердела. Пока он там, другой пальчик туда-сюда гонять. Следующий ноготь, ну я пока следующий ноготь под цвет сделаю. Здесь я буду работать по той же методике. Промазала как лаком. Создала излишек липкости. Вот он стал глянцевый. Помните, какой он был шершавенький после нанесения базы? После чего мы с вами возьмем и разровняем поверхность. Я не очень люблю толстые ногти, поэтому выравнивание будет просто аккуратное с построением стрессовой зоны. Потому что здесь, конечно, для такой формы ногти плосковаты, на мой взгляд. Я уже сегодня сообщила своей жертве, что, конечно, у нее ногти просят форму мягкий квадрат. Вот, распределили, выровняли. То есть сейчас я ее даже переворачивать не буду. Уходи в лампу. Ну и будем наносить на нее цвет. Для среднего пальца был выбран цвет из новой коллекции. Вот его название. Бэйби, итс болталцайт. Смотрите, какой красивый, стильный синий цвет. Он будет смотреться и в матовом, и в глянцевом варианте. На самом деле, мне кажется, он чем-то перекликается с цветом автодарка из основной коллекции. Что-то в нем такое есть. Итак, 30 секунд прошло. У нас досох указательный палец. Как вы видите, структурный гель абсолютно не дал желтизны на белом френче. Что вот немаловажно, потому что многие гели при работе с толщиной моментально показывают желтый оттенок на белых участках. У нас уже заполимеризовался средний пальчик. В случае, если у вас где-то произошел затек или неровность со структурного геля, всегда можно снять липкий слой и шлифануть поверхность, выровнять ее. После чего продолжить нанесение цветного геля. Но если вас все устраивает, то вы можете приступить к нанесению цветного гелевого лака. То есть, на указательном пальце у нас с вами структурный гель поверх френча. В силу того, что нам нужно было выровнять. Структурный гель можно использовать и для слайдер дизайна, и для наклеек, и для того, чтобы производить инкрустацию. То есть, вот здесь опять же мы начали работать с вами со свободного края. Дальше пальчики опускаю вниз, задний валик отжимаю. Почему пальчик смотрит вниз? Для того, чтобы я могла контролировать затек капли. Сильнее надавливаю на кисть, ведь кисть у нас теперь веерная, дюпунт. Если я на нее сильно надавлю, то она раскроется и обнимет палец. У меня пунктик на проработанные пазухи. Я очень люблю, когда они прорабатываются четко. И кисть мне очень нравится в этом вопросе. Почему? Потому что она достаточно комфортно залезает в участок пазухи. Если случился маленький дефект, то можно проработать его кистью, например. Уходи в лампу на 30 секунд. И далее мы будем продолжать. Итак, сейчас очень актуальны на самом деле молочные натуральные оттенки. Хочется сразу получить цвет, которым и выровнять можно. И такой достаточно натуральный комфортный оттенок. Для этого я буду использовать структурный гель в баночке. И, например, гелевый лак. Дело все в том, что очень много взяла, нежадное. Вот он абсолютно прозрачный, обратите внимание. Мне хочется молочный легкий оттенок. И чтобы он подходил для выравнивания. Я возьму цвет Прима Роза и Пропер. Прима Роза и Пропер. Немножко добавлю в структурный гель. И перемешаю их между собой. Но перемешивать нужно по принципу, как вы перемешиваете жесткий гель. То есть вымазывая по палитре. Прежде всего, когда вы соединяете пигмент. Потому что иначе вы нахватаете кучу пузырей. Вообще у меня для этих целей есть шпатель. И я не знаю, почему я взяла кисть. Это очень неправильно с моей стороны было. Для перемешивания геля всегда использовался шпатель. Размешивается гель вот таким образом. Для того, чтобы у вас пузыри абсолютно в нем не появлялись. После чего мы собираем с вами гель. Вот у нас получился вот такой вот молочный оттенок. Который тоже очень правильный и тяжело найти. Но если у вас есть в арсенале какой-нибудь красивый пастельный цвет. То почему бы и нет? Вы можете использовать его. Доставай цвет. А если нет такого геля? На самом деле, я сейчас скажу, может быть странную вещь. Но любой неоновый, чуть-чуть разбеленный розовый. Может дать вот такой вот молочный цвет. Попробуйте просто вбить его отдельной кистью и вы увидите. Ну, давайте, наверное, сначала выровняем вот этот ноготь. Хотя какая разница. Здесь мы достроим цвет. Отжимаем пазуху для того, чтобы полноценно поместить туда кисть. Опять пальчик держим вниз. Каплю подгоняем. У меня такая послушная сегодня модель. Вот в два слоя, мне кажется, более чем достаточно с ним. Да? На целый, плотный цвет. Очень красивый. Такой очень стильный и сочный. Почему-то я прошла мимо него. Ну и теперь мы будем делать выравнивание с молочным цветом, который мы намешали. Первым делом я все равно опять возьму капельку. За толщину построения я уже не боюсь, потому что структурный гель добавил в цветной прозрачности. А значит, усилил его свойства полимеризации. То есть за 30 секунд он у нас просохнет. Ну вот, мы его просто распределили тонким слоем, как лаком. Он такой стал молочный, комфортный. То есть, как вариант для американского френча, очень даже комфортный. Ну и теперь набрали капельку. И, соответственно, по вот этому липкому слою, который мы с вами построили, будем ее разравнивать, распределять. Я очень люблю молочные оттенки в укреплении и в покрытии. Почему? Потому что они создают такой цвет комфортный здорового ногтя. Очень легкий, без претензий. Разровняем поверхность. Хочется мне чуть-чуть ее перевернуть. Да, я знаю, что не очень видно. Под тем, как вы давите на палец, куда вы его наклоняете, вот так капелька и будет скатываться. Ну вот, мы его проработали. Чуть-чуть я ее подвину в центр. У нас получилось вот такое вот молочное укрепление. И в лампу на 30 секунд. А еще следите за кистями. Следите, чтобы ворс у вас был полноценно склеен. И оставляйте кисть ровно в той форме, в которой вы хотите, чтобы она работала. Потому что, если у вас какой-нибудь кусочек ворса зацепится за крышечку и выгнется в обратную сторону, то считайте, что этот кусочек ворса вы обратно уже не поместите. Итак, у нас есть три готовых пальца. Что мы делали на каждом из них? На этом для начала у нас был сделан френч. Естественно, вследствие которого мы получили ступеньку между телом ногтя и свободным краем. И, соответственно, структурным гелем мы работали поверх сделанного френча. Здесь мы работали с цветом. И выравнивание мы делали под цветное покрытие. А здесь, на третьем пальце, на безымяшечке, мы перемешивали цветное покрытие и структурный гель, для того, чтобы получить вот такой вот выравнивающий молочный красивый оттенок. То есть мы можем построить и геометрию, и добавить небольшое количество оттенка. То есть такой натуральный вариант укрепления. То есть вам не нужно отдельно, например, делать и структурный гель наносить, и потом отдельно цвет. И теперь, соответственно, все наше покрытие мы должны с вами спрятать, загерметизировать и придать глянец при помощи верхнего третьей фазы, верхнего покрытия ТОП и ТОВ. Которая также теперь уже с обновленной кистью, но кисть уже не такая прозрачная, как раньше, для того, чтобы проницаемость была меньше. Опять же, пальчик держу вниз, плоским движением перекрываю поверхность. Следите при работе с красными цветами, чтобы у вас пигмент не попадал на кисть. А если и попал, то безворсовой салфеткой желательно сразу же убирать пигмент с кисти. Почему? Потому что когда пигмент попадает во флакон с верхним покрытием, естественно, фильтры, которые отвечают за стабилизацию цвета на протяжении всей носки, они становятся нарушены из-за пигмента. И из-за чего, соответственно, у вас уже цвет не может сохраняться на протяжении всей носки, вследствие чего у вас светлые оттенки желтеют или пачкаются достаточно быстро. И может быть это звучит странно, но вот у меня, например, два флакона с верхним покрытием. Один для френчей и пастельных оттенков, а другой уже немножко грязненький для дизайнов и темных цветов. Уходи в лампу на 30 секунд. После чего, соответственно, 30 секунд в ледапарате сохнет и структурный гель. Неважно, каким вы работаете, в баночке или во флаконе с кистью. 30 секунд в ледапарате 36 ватт, 2 минуты в ультрафиолетовой лампе. Если мы говорим с вами про цветное покрытие джели, что 30 секунд в ледапарате 36 ватт и 2 минуты в ультрафиолетовой лампе 36 ватт. И верхнее покрытие все ровным счетом тоже самое. 30 секунд в ледапарате 36 ватт и 2 минуты в ультрафиолетовой лампе. А теперь мы с вами снимем липкий слой препаратом клинцера на санитайзер. Он полностью растворяет липкий слой, позволяя его полноценно убрать с поверхности ногтя. Он не смазывает липкий слой, в отличие от других жидкостей. Это значит, что вы одним ватным диском хоть 500 ногтей можете снять липкий слой и мутности у вас не будет. Дело в том, что многие жидкости позволяют просто смазать липкий слой с поверхности ногтя и тем самым, скажем так, устроить склад липкого слоя на ватном диске. За счет чего на четвертом-пятом пальце у вас и получается как раз-таки мутность. Если джелиж просох, он скрипит. Хрусь, хрусь, хрусь. Да, пример все просохло. Ну вот, в общем-то, наши три пальчика готовы. Так непривычно, что посередине синий. По логике вещей должен быть красный цвет, мне кажется, да? Но просто я не могла не взять новый оттенок. Вот такие вот у нас получились ногти. Естественно, можно было добавить чуть-чуть больше пудрового пигмента и получился бы такой более плотный оттенок. Но мне, честно говоря, очень нравится вот такой его легкий тон. Можно, например, в липкий слой было добавить немножко мокрые слюды или каких-нибудь других блестков. Конечно. Ну зачем? Но мне очень нравится. Так, я думаю, что ты разделяешь мое мнение по поводу этого цвета. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Если у вас возникают вопросы, то по классике жанра пишите нам в директ аккаунт Harmony Nail. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Пока!